Крыши дороги, гасификация, водоснабжение – лишь часть проблем Токмакского района. Они скорее являются следствием главной беды городом – встановке завода «Юждизельмаш». Предприятие, которое считается городообразующим, простаивает уже много лет. Как вдохнуть в него новую жизнь, также решали во время рабочей поездки Александра Пиклушенко. Завод закрыли, люди оставили без работы и зарплаты. При этом здесь прежде работало почти 10 тысяч человек, треть населения Токмака. «Юждизельмаш» – никогда крупный производитель моторов, сейчас за рост травой ветшает. Предприятие задолжало кредиторам почти 50 миллионов гривень. Даже власть не могла попасть на территорию. Уже не говоря о том, что не пополняется казна за землю, ни копейки не платится, ни ПДФО, хотя там никого не секретили, так вообще не знаю, что там по ночам работают люди. И недавно даже случился вопиющий фактор со смертельным исходом. «Юждизельмаш» – это объект номер один, которым занимается областная власть. У нас есть протокольное решение. Завод восстановлен в том объеме и в тех параметрах, которые был, быть не может. Точно так, как он не может быть в том неприглядном состоянии, в котором находится сейчас. Либо найти инвестора, или вовсе продать. Другого выхода нет, уверен Александр Пиклушенко. Руководитель региона считает, что здесь можно наладить новое полноценное производство. Территории инфраструктура позволяют. Кроме того, по его мнению, есть возможность организовать логистический центр. Продать можно это предприятие, по моим скромным оценкам, миллионов от 15 до миллионов 45. Будет зависеть от того, какая будет предпродажная подготовка. Поэтому все расписано по срокам, все расписано по исполнителям. Я уверен, что к концу года мы будем иметь реальный результат по этому объекту. Принято решение оперативно провести инвентаризацию и оценку объекта. Одновременно с этим областная власть намерена начать поиск потенциальных покупателей предприятия.